Здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я, ее ведущая, Наталья Мохова. Убил двух женщин топором, кража крупного рогатого скота, пожизненное лишение свободы за убийство ребенка и наша традиционная рубрика «Осторожно, пьяные водители». Все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! В селе Тарахем дети отравились таблетками, приняв их за витамины. Оставшись без присмотра взрослых, они нашли упаковку с лекарственным препаратом и, решив, что это витамины, проглотили таблетки. В настоящее время состояние детей удовлетворительное. И еще один случай детской беспечности попали в объективы камер козыльчан. Жители Козыла сняли видео, как два подростка играют на крыше многоэтажного дома. Дети сначала пытаются разглядеть, что внизу, а после ходят по краю крыши и даже танцуют. Во избежание несчастных случаев с детьми сотрудники полиции обращаются к родителям с призывом быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас позаботиться о безопасности ваших детей. Особенно если они остаются дома без присмотра взрослых. Помните, в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. Обсудите время с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время. Организуйте веселые каникулы своим детям. Научите их жить содержательно, а не валяться перед телевизором. Прогулки, игры на свежем воздухе – лучший отдых после учебных занятий, которого так не достает большинству детей в учебное время. Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения. И еще раз расскажите своим детям о безопасности на дорогах, улицах. Не допускайте нахождения их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время. Период с 22 часов до 06 часов 00 минут. Строго контролируйте свободное время своих детей. Региональным следственным комитетом 27-летнему, ранее судимому жителю Кызыла, предъявлено обвинение в убийстве двух и более людей. По версии следствия, 19 марта молодой человек в ходе ссоры, возникший во время совместного распития спиртных напитков, нанес двум своим знакомым множественные удары топором по голове, которые стали причиной смерти женщин. В настоящее время мужчина задержан. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. Следственным комитетом Тувы предъявлено обвинение 21-летнему жителю Агдывурака в совершении убийства. По версии следствия, 11 марта обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с жителем села Шуй. Мужчина нанес своему знакомому, работавшему преподавателем в школе, не менее 10 ударов кухонным ножом в голову и грудную клетку, которые стали причиной смерти. В настоящее время мужчина задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В минувшие дни на автодороге Енисей сотрудники ДПС для проверки остановили УАЗ. Транспортным средством управлял 46-летний житель Чедыхольского района. Помимо водителя, в салоне автомашины находились четверо пассажиров. При проверке документов и досмотре салона автомобиля инспекторы ДПС обнаружили пять неразделанных тушкаров. Соответствующих документов на перевозку мясопродуктов у водителя не оказалось. В ходе разбирательства установлено, что крупный рогатый скот был похищен с пастбища вблизи города Турана во время свободного выпаса и забитыми неподалеку от федеральной автодороги Р-257. Полицейскими была установлена потерпевшая. 52-летняя местная жительница. Она пояснила, что коровы не вернулись с пастбища 17 марта. Она пыталась их искать самостоятельно. Поиски не увенчались успехом. У подозреваемых, неработающих граждан в возрасте 20, 25, 46 и 66 лет, изъято пять тушк скота. Сумма причиненного ущерба устанавливается. В ходе осмотра места забоя сотрудниками полиции обнаружены изъяты конечности и внутренности крупного рогатого скота и орудия преступления. Подозреваемые доставлены в дежурную часть пункта полиции Турана. При проведении досмотра задержанные дали признательные показания. Следователям возбуждено уголовное дело кража. Мы продолжаем рубрику «Осторожно, пьяные водители». В ней мы будем показывать и рассказывать о любителях пьяной езды. Приехал в Туву и остался без водительского удостоверения. Во время рейдовых мероприятий внимание ДПСников привлекла иномарка. Когда машину остановили, выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сказал, что приехал в Кызыл из Красноярска и ему скоро нужно обратно домой. Однако, когда на просьбы горе водителя отпустить его, дорожные полицейские не отреагировали. Мужчина просто-напросто уснул в патрульной машине. Водитель без прав. Мало того, что девушка села за руль, не имея водительского удостоверения, так она еще и оказалась пьяна. Далее история банальна. Автоледи просит сотрудников полиции отпустить ее, так сказать, понять и простить на первый раз. Больше, говорит девушка, такого не произойдет. Но когда ей напоминают про законы, по которым нужно пройти медосвидетельствование, девушка соглашается, надеясь на допустимую норму алкоголя в крови. Однако результаты медосвидетельствования говорят о том, что девушка выпила, и аппарат показал 0,52 промилле. Водитель с группой поддержки Во время рейда сотрудники ДПС на Вавиленском Затоне заметили подозрительную иномарку. Остановили, чтобы проверить документы, а там классика жанра. Пьяный водитель, который, как после оказалось, даже не является собственником машины. Пока ДПСники пытались составить протокол с любителем пьяной езды, хозяин авто нашел трезвого водителя. Но, увы, по объективным причинам машину увезли на спецплощадку. Однако друзья водителя не могли успокоиться и очень долго пытались, так скажем, договориться с полицейскими. А когда им этого не удалось сделать, то начали проситься в патрульную машину, чтобы вместе доехать до штрафплощадки. ДТП с участием пьяного водителя. В дежурную часть госавтоинспекции поступил звонок о том, что неизвестный повредил стоявшую на стоянке машину. Приехав на место, дорожные полицейские увидели пьяного водителя, который пытался договориться с хозяином другого авто. Далее один в один, как и в других случаях, водитель сначала просит полицейских отпустить его, так как ему нужны очень водительские права, а после начинает угрожать. ДТП с участием пьяного водителя. Сообщение о том, что Сустили Геста в сторону Кузыла по встречке едет УАЗ, поступило патрульным ДПС в субботу вечером. Дорожные полицейские горе водителя встретили возле бома. Требование остановиться водитель проигнорировал и также выехал на встречку. Более пяти минут погони и дорожные полицейские останавливают УАЗ, а из нее в буквальном смысле вываливается пьяный водитель. Результаты медосвидетельствования показали 0,87 промилле. В Кызыле с сотрудниками полиции присчина деятельность наркопритона. На минувшей неделе наркополицейские обнаружили в гараже одного из гаражных обществ вещества и предметы, используемые для изготовления и употребления наркотических средств опийной группы. По подозрению организации притона задержан ранее судимый 45-летний козыльчанин. Для выяснения обстоятельств он доставлен в полицию. При допросе задержанный признался, по данному факту возбуждено уголовное дело организации либо содержания притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 4 лет лишения свободы. Суд в Туве вынес приговор ранее судимому 56-летнему местному жителю, виновному в сексуальном насилии и убийстве ребенка, как сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета региона. Ему назначено пожизненное лишение свободы. Суд установил, что 15 мая прошлого года в селе Болгазан мужчина, будучи пьян, увидел незнакомую 8-летнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы. Обещая угостить конфетами, мужчина завел ее в заброшенный дом, где начал ее душить, отчего девочка потеряла сознание. После этого он изнасиловал ее и, опасаясь того, что девочка расскажет об этом родителям, ударил ее в грудь металлическим стержнем. Ребенок скончался на месте. Мужчина вынес тело на улицу, а сам скрывался от полиции в тайге. Через трое суток его задержали на чабанской стоянке. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль», также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова